всем привет это любопытный мишка и неня заяц и мы сейчас выбираемся из города дележан направляемся в сторону поселка фиолетово ну вот для тех кто не смотрел первые два выпуска мы прибыли в армению прямиком до дележана и в первый день посетили несколько пару монастырей заброшенных потом мы съездили в такие прямо туристические места два монастыря и озеро как парс ну вот так что можете посмотреть что там а сейчас посмотрим что там селе фиолетово где живут молока не но у нас нет задачи делать какой-то репортаж потому что в принципе такого достаточно просто любопытно посмотреть на поселок если повезет может просим пару интересующих наш вопрос и вообще хотели купить капусту квашин говорят она там какая-то бесподобная ладно потом уже поедем на озеро сиван там повтыкаем и поедем уже в ереван так что приятного посмотра погнали ну и да чё делать и чё пузырями это был первый наш минеральный источник на пути находится по пути собственно к фиолетово реально минеральная вода с пузырьками ну такая прям но она немного же железная такая привкус вот но вкусные а в дележане самом нам немного с минералками подфартила у них завод есть но они продают куда-то его дальше в самом поселке минералки дали женской нет ну а мы вот добрались до фиолетово мурин здесь конечно природа прикольная я бы сказал даже эпичная походу я хочу быть молоканином хочу домик с видом на горы там еще и речка есть полный набор все что я люблю пойдем смотреть что да как из общей информации по селу фиолетово середине получается 19 века по две версии то ли екатерина то ли николай цари сослали иконоборцев из саратовской до губернии вот вроде саратовской сюда вот в армению выделили им несколько участков земле и так образовалась в районе пяти там или даже больше поселений так называемых молоканцев ну сейчас да да то есть их уменьшилась вот но там смысл в чем что молокане и это они те же христиане православные только которые не признают крестиков икон но в принципе церковные от этой власти поэтому они и были не не угодны царю поскольку тогда церковь была именно приближенная к власти ну собственно и сюда сослали они здесь живут по сей день и типа веру не в душе они в иконах но мы не стали докапываться до людей тыча наверно мы не настолько еще в лагере чтобы тыкать камерой его лицо из допрашивать его что у вас там за дела потому что как бы но информация уже есть поэтому сейчас мы сама так просто походили посмотрели поздоровались посмотрели просто на быть все такое на ладони да реально выращивают капусту капусты здесь дофига дофига коней коров куриц всего подряд в каждом дворе практически трактор и куча стен да здесь хозяйство прямо огонь эти люди не употребляют алкоголь и много работают и вообще за радость работодателям когда к ним приезжают молоком потому что хороший работник вот а так вообще я вот подумал вот если вы меня кто-то славу вот тут такое вот место я тоже особо отсюда не рыбался как бы но хотя и говорят здесь земля не очень то есть здесь особо ничего не растет кроме капуста вот ну блин не знаю видно по самим хозяйством что люди не бедствуют ну как бы под понятно что просто нужно работать тогда у тебя все будет да вот а виды здесь просто шикарные просто райский уголок да хочешь смотри на весенние синие холмы хочешь на земле погода просто шикарно учитывая что сейчас какое 30 до декабря просто великолепно так что но на самом деле из таких вопросов которые мы ну если бы было бы возможно задать наверное можно ли стать молоком по принципе или ты уже являешься молоком сам если ты просто веришь бога и тебе все равно на церковный устой но это такой вопрос двойственный много писали о том что типа все ходят мужчина с длинными бородами не бреют а женщина в платках нет это фигня ну как бы ходит но 50 на 50 50 бритые 50 бородами женщины ну борода классная так что так ничего интересное место но она именно что приятное как бы прогуляться виды классные но и все так да и вдохновиться идея что если много работать то в любом месте можно хорошо жить на выходе из фиолетово собственно поднялись на трассу встретили получается дедушку раз у него внуки пятеро внуков вот продавал капусту и собственно квашеную капусту ура мы наконец нашли подошли разговорились всего разрешения некоторые ответы на наши вопросы процессе выяснилось что их уже заманали действительно с расспросами и что очень много иностранцев ездить со всего мира и они их уже обходят всяческой стороной ну что понятно в общем если соберетесь не будьте мозойливыми наверное говорят к нему вот летом особенно приезжают целые автобусы двухэтажные тут народу просто нереально вот этих туристов и все лезут с камерами и совсем фотографируют горитка шел как-то по делам но с вилами а он такой дедушка у меня такая борода но он такой очень колоритный вот что ну и начинает сразу фотографировать и такой отвернулся что все надоели вот так а ну что во первых можно ли стать молоканином да вообще можно если ты принимаешь вот их полностью веру они проводят обряд посвящения и в принципе ты можешь стать спокойным алаканином но это касается именно русских других народностей но это не приветствуется то есть но там говорит был один случай но как-то не пошло вот один армянин ходил к ним вот на эти службы но это как собрание не считается не церковь там на собрание потом по поводу браков бывает что до женится ну вернее выходят девушки там за и армян и армян и за азербайджанцев еще за кого но они тогда все они уходят из семьи вот не знаю насколько жестко но вот но все они можно сказать прекращают свое пребывание в общине таким образом что не знаешь ой машинка стал я посмотрю через когда молоканин молоканка ну так то никаких там игр с любовниками с любовницами ничего подобного никаких разводов ничего такого что в общем то для меня это крутяк да в общем интересная эта история с молоканами добрые отзывчивые люди кто там снимал что какие-то там сектанты это все брехня рвотящие люди верят в бога ведут правильный образ жизни все отлично в общем про молокан но если там что-то вспомним еще дополним просто с нами же есть какая история произошла что мы шли вот записывали и впереди остановился копейка ну просто остановилась вдалеке где-то и остановилась мы идем болтаем раз говорит по ходу к нам остановилась мы такие ну и в общем убежали сели у нас подобрал мужчина такой куда едете там за сюда вот и сегодня ну поехали поехали очень интересная поездка оказалась просто столько всего нам по на рассказывал причем мы ехали на что за общались а потом ну я спрашиваю что думал там вы кто по профессии священник а я ни разу ну как бы не общался с священниками собственно это было очень интересный опыт если посмотрите привет еще раз спасибо что докинули и прямо душевненько мы собственно приехали до озера сиван сивановак а он впереди виднеется монастырь на вершинке мы здесь были уже в марте но решили это стоит посещать каждый раз просто душевное место вот так что дотопаем забрались до храмового комплекса сивановак один из таких центральных не центральных как главных храмовых комплексов армении считается очень намоленным местом но вид здесь замечательно основное то что он реально древний начало девятого века строительство сначала было две постройки потом добавилось еще несколько куча всяких артефактов внутри ну внутри не знаю не буду снимать уединенных мест даже здесь супер туристическом месте можно немного от всех убежать в общем понятно если там вы спускаетесь здесь по набережной можно пройти дайте вот до этих страшных до заведения и там есть типа столики беседки но такие они немногие рухлые но в принципе там можно посидеть посмотреть на закат не удален от суеты и шума туристов мы сейчас туда собственно и направимся вот собственно мы оттуда спустились и оказались на таком вот кусочки пристани там вот соответственно вся туриндустрия но есть очень никого нет ведь причем достаточно много мест не знаешь почему сюда сюда не доходит но как бы понятно что там часть туристов кто автобусами приезжает кто-то с гидами не знаю может есть еще поприкольнее места но нам весь очень нравится здесь вода чистая пляж чистый купаться купаться кстати будем начали да нет она попробовать воду то есть руки не обжигает я думаю что если было бы костерок и чем обтереться то можно было бы рискнуть тете лапочку подать на ты дыши теплая ну мысли теплая для зимы теплая так-то прохладное конечно ну нормально я говорю не как денисея да в общем вот такая штука сейчас сколько сейчас рыб 4 и второй день в 4 у нас завтрак все никак все хочется побыстрее побольше дальше что-то интересненькое застать в итоге завтра все время откладывается хотя у нас все время с собой таскаем самыми днями купили же эту рыбу покажи такой копченую красотка вот такая вот рыбеха пол рыбехи вернее нам обошлось в две тысячи семьсот драм и ну да 350 рублей а тут в общем и горки взяли посмотрим но местные попробовали магазинчики берут на углу то есть от сразу как выезжаешь с ивана там без заколонку в общем там не пропустить как едешь на дилижан и с правой стороны большой супермаркет там есть какие-то кафе и есть вот этот рыбный рынок очень прикольно долго разговаривали с этим с молоками 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 да и короче ну мы купили капусту нам ее отдал и под конец типа мучить не забыли с нами рассчитаться такого нет и вешать и типа на здоровье и мы такие просили совсем чуть-чуть он нам прям тут отвесил но я думаю что я оселю потому что она очень вкусная я вот из того что попробовал я прям любитель такой вот да они уже внуки и мы дали ему шоколадку надеюсь понравится вот так что так давай точить и на завтрак у нас завтрак колбаса дележан дележанский сыр но хлеб кстати тоже из дележана так что у нас хоть и такой фастфудовский перекус но прямо местный как стать колбаса простенькая без изысков главное проголодаться я еще капусту наверно ну что дегустация местные овощи мало соленой вкусненько ну вот в азербайджане мы черную икру не поели поскольку нам это не по карману мы прикольно но такая упругая ночи свежак мало соленая очень приятная такой мне кажется можно прям ложь ложками ложками за цена радует эх такой вот тут сиван ну так довольно промозгло то есть мы здесь где-то наверное час потусили мы уже так начинает подхолаживать мы сейчас пойдем уже перемещаться ты любишь дома нет потому что у вас не умеют готовить дома настоящий тут на добрались до еревана мы особо не стали заморачиваться и от сивана взяли просто такси поскольку мы уже и так на стопили на экономили 8000 драм ну короче 1000 рублей стоит от сивана добраться уже зайцем был забронирован номер вот этот да и как назывался хостел к хостел называется от этот 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 кричит заяц но такой прикольный он прям в центре самом центре 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 мы выбирали ну как выбирали за и собирал чтобы было сразу около площади республики тут два шага буквально до площади так сказать до гуляний потому что будем встречались завтра новый год вот и стоил в принципе он наверно был самый дешевый из такого 1800 ночь ну классный наконец-то кайфовая кроватка потому что от хвостов которым мы в дележание остановились он хотя и был бюджетным в принципе даже ничего но там был адский матрас и у меня как почетного обладателя воугрыш и двух протрузий у меня спина адски уже дубу давала вот я даже вот нарядился в пояс свой ротопедический потому что сегодня с рюкзаком бы и не отходил ладно будем собираться может быть успеем прогуляться по ночному ереван посмотреть подсветку успеем вот так что на сегодня будет день макси вышли в ночной ереван но это прям совсем центр поэтому явно что здесь все гипер наряжены все светится все а а ну собственно вот мы вышли на главную площадь завтра до площадь республики завтра мы здесь будем тушить ура есть на елка полный парад строит сцену для выступления на нам нам и вчера вчера да вчера да получается мы ехали когда стопили от озера как называлась озера а парс вот мы когда уже возвращались озеро парс и стопили машину до дележана вот там ехал мужчина кстати он возвращался из дживана он гостил у родственников ехал в ереван но его собственно не спросили он как вы там празднуете вот он говорит ну как до 31 мы ездим по дне собираемся там гульбаним вот а сам я живу в ереване и вот 31 на 1 будем собираться все на площади республики но но ну а ну как бы мы изначально думали справлять но то есть не не то что из-за него решили справлять на площади республики а изначально то есть но за раз было два момента во первых кафе нифига не работает мы думали как-то тип можно засесть где-нибудь в районе а и выйти просто посмотреть что будет оказалось что даже самые топовые кафешки типа как они как кавказская пленница таверна ереван старый она старый ереван работает арарат мы не дозвонились кавказ они тоже устраивают но там уже мест не было но в общем но очень не принято здесь справлять в кафе в норах поэтому решили ну ладно чё если сами реван справляют на площади ну начать ему тоже будет проблем какие учитывая что блин мы живем прям тут в шаговой доступности до тепла не снежинки не красоты наконец-то дух нового года пришел к нам надеюсь такая классическая новогодняя ярмарка на нет на самом деле был снег во-первых иваном и до сивана там было больше такое новогоднее настроение нежели путься настроение нового года все вышли с детьми и и туристы и местные видимо ты приехал здесь везде дед и морозы дмр папа по-армянски дед мороз мишки снегурки он даже арабы приехали встречать армянский новый год почему-то не знаю то ли в этом году то ли всегда так было что это ну довольно много арабов везде встречали у них или премьер кто-то что вот типа в но типа 2020 должен быть офигительный новый год именно после республики видимо к этому всем готовится потому что вся площадь перекрыта абсолютно как вот там одни минуты собственно дежурить видимо завтра тут будет что-то прям бомбическое бомба нельзя так говорить да в рядом с полицией это как в этом впритыки ты что не знаешь что самолете нельзя произвести слово бомба